Архивариус 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 обогащается. И сегодня, что происходит в нашей республике, конечно же, будет доступно следующему поколению через, скажем, 100-200 лет. И вот это интересно. Скажите, вот были времена, когда у людей не было доступа к цифровым технологиям, их просто не было. И тогда все вынуждены были хранить информацию на бумаге, в папках и так далее. Как сейчас с этим обстоит? В цифровом формате в архиве хранится? Или все-таки старая добрая бумага все это хранится? Мы ее не изменяем. Нет, вы знаете, не только бумага. Там и кожа, и калька, и даже не стеклей есть. Носителей очень много. На пленке, скажем, вот эти хроники, которые мы знаем, в различных носителях. И сегодня с каждым годом с развитием информационных технологий мы тоже перемещаемся в эту сферу и цифруем документы, создаем электронные базы. И только в этом году мы запустили две новые информационные системы, которые называются, например, единая информационная система агентства УЗАРХИВ, как архивное дело, или же информационная система, которая предусматривает хранение и использование всех электронных документов. Но это все, скажем так, в хорошем, динамичном процессе. Все еще не оцифровано, но уже процессы идут. И у нас услуги в онлайн формате. Раньше были очереди, как вы сказали, например, были бюрократические какие-то преграды. Сейчас этого нету, сейчас все наши услуги, архивные услуги переведены в электронный, в цифровой формат. Скажите, а вот в будущем, если вот это все будет храниться, скажем, в облаке, да, есть понятие облачное хранение или какие-то жесткие диски и так далее, со временем будет ли все переведено досконально или какая-то часть останется в папках и будет храниться бережно? Смотрите, переведено будет все, но мы не откажемся от носителя, как это... Не утилизируйте. Нет. Будем дублировать. Нет, дублировать как? Понимаете, чтобы сохранить, у нас, например, хранятся документы 9 века, да, во время Саммонидов, например, Амбер Тимура и так далее. И все это, когда, если на цифровой формат не переводишь, много раз обращаются, скажут, используют, и это наносит вред документам. Ну, просто его, ущерб, да. Мы его храним, а цифровым форматом, пожалуйста, пользуйтесь. Не можем прикасаться... Да, сохраним, да. Ну, скажем так, для дальнейшего поколения, чтобы тоже донести. Скажите, а данные, которые хранятся в цифровом формате, насколько надежно защищены от случайного стирания или взлома и так далее? Резервное копирование. Все это предусмотрено, и этим занимается не только агентство УЗАРХИВ, это также Министерство цифровизации, ЮНИКОМУС. Речь уже, наверное, идет о кибербезопасности? Конечно, конечно. Все это предусматривается. Давайте вернемся непосредственно к дню сегодняшнему. На календарях 31 декабря. Самое преддверие Нового года. Остаются какие-то считанные часы меньше суток. Вот что для вас лично Новый год и как лично для вас сложился уходящий 2023? Сказать все, наверное, не получится, но были и награды, были и признания. Это мотивирует нас, потому что с каждым годом, когда, например, в 2024 сейчас переходим, мы уже планируем годовой план. Перед собой ставим цель, и я в этом году должен сделать то. Но я думаю, я удовлетворен, лично я могу сказать, тем, что было запланировано в прошлом году. Отлично. Ну и ваши пожелания всем нашим телезрителям в канун Нового года? В первую очередь хочется процветания всему государству, всему народу. И, конечно же, процветания телеканалов Дуньо Бойлер, вашей творческой команде. И я буду рад чувствовать себя частичкой этой команды в 2024 году тоже. Будем стараться новые проекты делать и передавать через свои проекты хорошие информации, которые будут полезны для всех слоев населения. Спасибо большое. Но мы, в свою очередь, очень рады, что вы с нами, поскольку программа «Архивариус» дает хорошие рейтинги, она любима нашими телезрителями, у нее очень много просмотров. Я надеюсь, что вы будете увеличивать свои обороты на вам, уважаемые телезрители. Я напоминаю, что в гостях у нас был руководитель пресс-службы агентства «Узархив» Анвар Алиев. Я же хочу вновь напомнить вам о снеге и, продолжая эту тематику, предложить посмотреть сюжет от программы «Архивариус» о первом снеге. Смотрим. Архивариус 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, как пишут метеорологи, у нас в Ташкенте, в Узбекистане климат у нас своеобразный. И впервые в 1876 году российские метеорологи начали изучать климат Средней Азии, а именно в Ташкенте был создан впервые Туркестанский округ топографического отдела при окружном военном топографическом отделе. И это была первая работа метеорологов в нашей Средней Азии, в Ташкенте. За 107 лет, за весь прошедший период, изучения метеорологов показали, что в среднем годовая температура в пределах города Ташкента увеличивалась в среднем за год на 0,08 градусов. Это в год. Ежегодно идет потепление. И раньше, если были очень холодные зимы, выпадало очень много снега. Мы можем увидеть даже хроникальных документов, которые хранятся в Национальном архиве Узбекистана. Например, хроники от 1946 года, хроники от 1957 года. Вы можете увидеть прямо на экране, что именно выпадало очень большое количество осадков. Было очень много снега. Снегом заваливало дороги. Если сейчас уже не увидишь почти, а в 1957 году мы можем увидеть в уникальных кадрах, что использовали большие техники и снегоуборочные машины, которые убирали за несколько часов огромное количество снега. Ташкентские старожилы, пожалуй, не помнят такой зимы с угробами снега, с бодрящими морозами. Снега выпало так много, что пришлось пустить вход в снегоуборочную машину. А работоспособность у машины огромная. Три минуты нужно ей, чтобы заполнить снегом грузовик. За один час она собирает 200 кубометров снега. Необычная, но хороша зима в Ташкенте. Документалистам было интересно все-таки запечатлеть то время, когда выпал первый снег 1946 года. А в 1957 году действительно по тем, что нам передают наши предки и говорят, что именно большой был снег в 1957 году, мы можем увидеть тоже в этих кадрах. Я думаю, что данные документальной хроники подтверждают эти слухи. Продолжение следует... В те времена, конечно же, новогодние праздники или вообще предновогодние праздники проводились в дворцах культуры. Конечно же, праздновали в детских домах, в школах, в учреждениях. И на концерты приглашали известных артистов того времени. Хроники тех больших торжеств почти не сохранены. Концерты же тоже должны быть сохранены в золотом фонде телевидения. Но в нашем национальном архиве больше в смыслучи сохранены фотокадры тех или иных праздничных мероприятий зимнего времени. В кадрах вы можете увидеть, как, например, готовятся наши люди к Новому году, покупают ёлки, покупают ёлочные игрушки. Специально создавались новогодние ярмарки того времени. Субтитры создавал DimaTorzok Если уже вы в городе, здесь вы видите, что вот большие осадки и до 20 градусов мороза, соответственно, в горных местах, конечно же, было бы ещё больше. Соответственно, если брать с этого времени. Субтитры создавал DimaTorzok Может быть, ещё не было такого обычая, ещё, может быть, вот как мы сейчас проводим, массовые гуляния около центральной ёлки. Можно предположить, что именно погодные условия сами создавали такую сказочную зимнюю атмосферу, что, может быть, отдельно, чтобы ставить ёлку и собираться, может быть, не было надобности. Вот вы можете увидеть в кадрах, как детишки на санках бегают, родители, бабушки, окутав своих внучек в тёплые платки. И даже в наше детское время у нас дома почти у каждого на балконе или на веранде хранились санки на зимнее время. А сейчас санок почти нету, потому что обильного снега почти не выпадает. И детей, если водить, то мы водим уже их специальные на ледовые катки, может, закрытого типа. А здесь в то время катки можно создавать было прямо на улице. Делали горку, поливали водой. Вот, видите, они убирают снег. Вот здесь создаётся как бы с какой-то стороны горка сама собой. Может быть, дети во дворах тоже собирали, делали горки, поливали водой. И уже наутро каток был в естественной форме готов. КОНЕЦ Мы можем увидеть также в этих хрониках вид Ташкента, вид нашей столицы, одежды, которые носили в зимний период, транспорты, которые использовали в 40-е, 50-е, 60-е годы. Ну, и это имеет свою большую значимость в изучении истории, потому что сегодняшний Ташкент уже имеет совсем другой и совсем уже, скажем, современный свой облик. КОНЕЦ КОНЕЦ